Дементьев сейчас подаёт пока одинок. Вот то, в общем-то, вот мне Саня так разговаривает. Такая зарезанная, закрученная, немножечко робкая. Она, конечно, создаёт большие трудности для Лены. В общем-то, сейчас вот две ошибки позволят Дементьеву выровнять положение ровно. И ещё один предпоинт уже третий. Вот как раз сегодня этот самый удар, приём-подача. И у Казал старался подать, подавать, немножечко похоже на Дементьеву. Не знаю, как у него это получалось, но вообще-то... Ну, пока равна игра, один-один и по пятнадцати, но Светлана старается форсировать игру, и у неё впервые полного... Ещё попало, вы знаете, на удивление, Лене своими мощными определить преимущество. Лена немножко по-другому всё-таки, она старается держать мяч. Она вообще в последнее время так играет. Она довольно долго и упорно, и хорошо... Рассуждения и так далее, и так далее. Она ещё имеет определённую тенденцию. Она подаёт только под право. А у Светланы Кузнецовой идеальный удар справа, и она с него атакует. Ну, вот как здорово обводит. Вот Лена продемонстрировала эти обводы. 40-30. Вот и завершила этот гейм в свою пользу. И здесь вот не попало. Великолепный удар. Дементьев. Да, безусловно мощнее действует на Кузнецова. Такие соревнования. И там они ведь, в общем, почти не знали. Она жила в Петербурге, а потом уехала в Испанию. И были какие-то другие звёзды её сверстницы, о которых говорили более серьёзно. Ну, в частности, та же Динара Сафина, на которую ставка делалась гораздо более активная. А она себе работала и работала. Да, вот сейчас, пожалуй, лучше. Сейчас наступает такой кризисный момент. Очень много было грубых ошибок. Конечно, конечно, можно рисковать, но надо что-то ещё предпринимать для того, чтобы... Ух ты, как играет. Нет, а ты знаешь, вот мне тоже, ты знаешь, вот я был... Кузнецова, безусловно, играет мощно, но ведь и Дементьева славится своими мощными, очень резкими ударами. Попало. Вратит труднее, чем свою подачу. Ох, какая водка, да. И вот впервые, пожалуй, из света Кузнецова жала так... Ровно. Сколько она выиграла уже мяча? Это тринадцатый мяч, который... Если Дементьева дрожать на своей подаче, при том, что Кузнецовой своя подача хорошая. Ну вот она и добила своего. Два удара удалось выиграть подряд, да? То она череда... И посмотрите, на второй подаче Светлана сделала эйс. Вот это только она, по-моему, делает. И вот первый, пожалуй, чисто выигранный мяч. Ну, были еще два... Это же это ее, наверное, угнетает. Да, угнетает, конечно. По тридцати. И очень хорошая подача, которая принесла первую сетбол. Да, и выиграла Витя опять чисто. Чистым ударом справа выигрывает и мяч, и берет и первую партию со счетом 6-3. Я согласна, что не споришь. Но вот этот самый момент наступил. Ну, это те цифры, о которых мы уже рассказывали вам здесь вот эти показатели наиболее интересные, о которых мы успели. Она подает не сильно. Она сейчас не старается подавать так, как вот она иногда пыталась. Старается избежать двойной ошибки. Да, ну она в любом случае, в общем-то, вы знаете, понимает... Не делают попытки даже попасть хотя бы один раз. Ту подачу, которая... Вот она, первый раз я попыталась. Ну и то подправа, ты понимаешь, подправа. Но уже совсем другая картина. Потому что это как раз вот возможности Светланы Коснецовой. Именно с этой позиции мы оценивали ее великолепные шансы. Потому что, во-первых, правый удар у нее очень хороший. Во-вторых, она на приеме способна вот наносить такие сокрушения. Как играет здорово. Она играет и быстро, и мощно. И вот эти... Общество великих, будем так говорить. Это что же, в общем, проблема для молодых. Вот, пожалуй, вот первый удар. Первый удар. Да, первый удар в свою... Ну что ж, вот мы увидели, наконец, Дементьев уже в атаке почти. То есть она... Да, вот, когда она попала. Попала, попала. И этот мяч, ну это просто великолепно сыграл. Она забежала. Вся сила обрушилась на Светлана. Сила ее же подачи обрушилась. Ну, то ответ на вопрос. Да, заменяю, что вот такие ошибки получаются. Что-то, что творит, обосмотрите, какие чистые выигранные мячи. Вращается прям, как бы, в другого теннисиста. А для нее в ее 19 лет. Я имею в виду, Светлана, да. Светлана, да. Почему-то в этот момент она, как бы, немножко надламывается. Но, во всяком случае, можно вспомнить все ее сложнейшие матчи, которые она провела. Именно в этот период времени она теряла концентрацию, во-первых. А во-вторых, теряла вот это вот... Или Дементьеву или Майскину выигрывают Олимпийские игры. Этого нельзя было сделать. Но, в общем-то, всему свое время. Мне кажется, если в таком темпе они будут играть и улучшать свои показатели, то, в общем, недалеко от того времени, когда они будут выигрывать, наверное. Ну, мне думается, что потому что вот их главные соперницы только сейчас почувствовали, что у них есть конкуренты. Ну, что здорово, что здорово. Сейчас Кузнецова играет. Как она легко держит удары, Дементьева. Слушай, да, ты сказала, Дементьева держит удар. Нет, Дементьева, но для Светланы это не было проблемным. Ну, там-то и последовала еще и хорошая подача. И взяла и... Хорошая кузнецова. Да, в противоход сыграла. Очень здорово. И прием получил. В какой-то спешке находится сейчас. Да, забил. И на этот раз здорово очень играет. И знаешь, Кузнецова составляет... Почему-то на этот раз она это не сделала. И опять, видите, ну, все время атакует Кузнецова. Все время под пресс. Вот опять, видите, вторая подача была. 80 и 60. Вот это вот удар справа, которым она очень хорошо владеет. А сегодня она все это делает великолепно. Попала ты, знаешь, ну, какой-то феноменальный удар. Феноменальный удар через коридор для того, чтобы вот эта девочка играла в финале. Вот он, видите, опять. Со второй подачи уже владеет полностью инициативой. Ну, все то же самое. Абсолютно то же самое рисунок игры. И вот мы видим, как... И попала, вы знаете, со второй подачи. Выигрывает не только гейм, но и весь матч. И вообще-то становится лучшей на этом чемпионате. Именно Светлана Кузнецова. А у Лены Дементьевой, несмотря на то, что она второй раз была в этом сезоне в финале турнира Большого Шлема, второй раз в финал не получился. Ну, если принять из рук президента Федерации Тенниса Соединенных Штатов Америки вот этот главный приз, кубок. Итак, победительница открытого первенства Соединенных Штатов Америки 2004 года Светлана Кузнецова. Ну что ж, вот это самый памятный момент. Будет он запечатлен обязательно во всех изданиях, в журналах, газетах и так далее, и так далее. Огромное количество фотокорреспондентов, которые здесь же выстроились как бы в очередь для того, чтобы вот как раз и получить этот снимок. Кубок. Кубок, который включается победителем. Ну и вот еще и Лена Дементьева.